Всем привет! С вами я, Катя Некречия, и это Крым Важное. Сегодня в выпуске. Россиянка рассказывает своему мужу, между прочим, российскому военному, о том, как бы она убивала детей из Украины. Как в Крыму реагируют на продукты из Херсона и Мелитополя. Кирчане ждут с распростертыми руками эту продукцию. Военные преступления в Киевской области, изнасилованные дети и пыточные. 70% из 416 трупов – это люди, которых пытали. Страна должна знать своих героев. Это могла быть история любви, но нет. Представляю вашему вниманию фрагмент разговора российского военного со своей супругой. Я там письки тоже резала, вот так вот, звезды на спинах вырезала бы. Вы думаете, о ком это она? О преступниках, которые совершили страшное преступление, и именно это так разозлило эту женщину? Я бы, наоборот, наркотики вколола, если бы работала, чтобы их смотрела, там была запись, сказала, отдыхайте, мучайте. И вообще пауку бы каждый день отрезала по пальцу, чтобы им больно так было. Нет. Это она бы делала с детьми. С детьми из Украины. А теперь подробнее. Это перехват телефонного разговора российского военного, который на тот момент находился в Харьковской области, со своей супругой из России. Она живет в пограничном с Украиной городе, куда насильственно эвакуируют украинских граждан с оккупированных украинских территорий. И вот так она ненавидит детей из Украины, что убивала бы их мучительной смертью. Но что такое безымянный разговор в сети? Где доказательства, Катя, скажете вы? Это же могут быть актеры. Ох, если бы это были актеры, облегчение, я думаю, почувствовали бы многие, кому довелось услышать этот разговор. Но нет. Это реальные люди. Их реальные имена опубликовали журналисты проекта «Схемы». Голос женщины на записах СБУ належит граждан ЦРФ Юлії Копитовой. Вона, перебиваючи в РФ, говорит со своим человеком, который на момент разговора воюет в Украине. А ты знаешь, что эти дети нашим детям говорят? Что 9 мая в школе просили нарисовать короче праздник. Они сказали, что это не наш праздник. Это дети наши, дети в школе говорят. И ты в курсе, что они потом вырастут, так и будут? Это нацики, они подросток будут такими же. Поразительно, что даже муж Юли, российский военный, кажется в шоке от этих слов своей благоверной. Российский военный, который принимает участие в войне России против Украины, который видит войну собственными глазами, поражен такими заявлениями супруги. Человек Юлії – Володимир Копитов. Ему 31 рік. Він з міста Ярцево, Смоленської області. Наразі фото в його соцмережах немає. Публічно він залишив тільки статус про те, що глибоко одружений. Завдяки спеціалізованим сервісам нам вдалося віднайти дві фотографії, які він колись на цій сторінці публікував, але потім видалив. Вы в курсе, что ваш голос и вашей жены Юли голос попал на записи СБУ, и они были опубликованы? Нет, нет. Я вам включаю, послушайте. Сейчас тут ваш будет голос. Юли бы всех там поперебивали, три нахуй. Какая-то добрая. Не ваш голос? Не знаю, не знаю, че это голос, но это голос минимализован. Відмовились говорити по суті і його матір. Какой сын? Владимир, Владимир Копытов, вы не общаєтесь со своим сыном? Нет, не общаюсь, а как я могу общаться? Здесь связи нет. Что сказать? Занимательная история, подробностей вы можете увидеть по ссылке, которую прямо сейчас Ютуб предлагает вам, но сначала досмотрите это видео. Самые вкусные овощи и фрукты. Как-то блуждая в сети, я наткнулась на материал, который называется «Ну здравствуй, херсонский огурец». Стало интересно, о чем же пишет автор. А он описывает недавнюю ярмарку, которая проходила в Керчи. Ажиотаж там вызвали украинские продукты, которые, вероятно, прибыли на Крымский полуостров с оккупированных территорий украинского материка, с Херсонской и Запорожской областей. Процитирую автора. Делая покупки на оптовом рынке накануне 9 мая, продавщица приглашала приходить после праздников. Мне товар завезут из Мелитополя, и огурцы будут, и редис. До этого мы уже покупали херсонские огурцы, пишет автор. И хотя брались с некоторой опаской, продавщица не обманула. По вкусу никакого сравнения с кубанскими. Еще тогда от покупавшего после меня пожилого дядечки услышал. Родненькие наши. Во как. Ответьте мне, как в наших людях сочетается несочетаемое? Так любим Россию, что готовы плакать при виде херсонского огурца. Любят эту продукцию. В прошлый раз, когда привезли клубнику, ее расхватали прямо с машины, не успели выгрузить. Потому что была приятная цена на 100-150 рублей меньше, чем в Керчи продавали клубнику в это время. Тем не менее, по словам автора, не все накинулись на украинские овощи и фрукты. Было и такое мнение. Вы видели, как наши толпятся у приехавших с Украины машин? Идиоты. Самые настоящие идиоты. Я с удивлением посмотрел на нее, пишет автор, не понимая ее эмоционального порыва. Видя мое недоумение, она продолжила. Как можно покупать украинскую продукцию, когда там всюду американские биолаборатории? Представляете, чем нас кормить собираются? Это же биологическое оружие массового поражения. Чем думают власти, открывая наш город для таких поставок? И гордо удалилась, не дождавшись моего одобрения, пишет автор. Выгодно ли здесь торговать? Как керчане относятся к вашей продукции? Ну, как керчане? Керчане ждут с распростертыми руками эту продукцию. Правда, что в прошлый раз клубнику расхватали за несколько минут? Я с машины не успел выйти, ее забрали всю. В ютубе многие блогеры внимательно следят за появлением в Крыму украинских фруктов и овощей. Мы просто вам покажем насыщенность рынка, как много всего. Скоро еще и херсонская будет. Да уже, по-моему, что-то херсонская завезли. Разный ассортимент, овощи, фрукты, все в большом изобилии и в большом выборе. Также вот была информация о том, что здесь овощи, фрукты из Херсона. Но я прошел, поузнавал, говорят, что сюда они не доходят. Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства российского правительства Крыма Алиме Зарединова в свою очередь заявляет о налаженных стабильных поставках на полуостров продукции из оккупированной части Херсонской области. Первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский подтвердил Крымреалии, что овощи с Херсонщины действительно, цитирую, попадают в Крым. Но каким образом это происходит, пока точно сказать сложно, говорит он. Есть информация, что овощи из Херсонщины действительно попадают в Крым. Но добровольно ли фермеры их туда отправляют или нет, я не знаю. Есть данные, что в фермерских хозяйствах Херсонской области оккупанты мародерят. У фермеров воруют продукцию и технику. Возможно, херсонские овощи в Крыму – это часть этой истории. Не исключаю, что, находясь в Крыму, многие разрываются просто между этической стороной вопроса. Ведь если бы не оккупация, то фермеры из Мелитополя и Херсона вряд ли бы приехали на полуостров. Плюс часть продукции вполне могла быть украденной или купленной за гроши. И чисто человеческим желанием, ну знаете, поесть настоящие клубники со вкусом клубники, помидор без пластмассового привкуса, съесть огурец, такой сочный, такой настоящий, такой родной херсонский огурец. Массовое убийство в Киевской области. Буча, Ирпень, Гастомель, Бородянка – это города в Киевской области, о которых теперь уже знает весь мир. Больше месяца они были в оккупации. После там было обнаружено более тысячи тел погибших местных жителей. Причем многие умерли не от осколочных ранений и артиллерийских обстрелов. Когда украинская армия освободила Бучу, Ирпень, Гастомель и отогнала российских солдат на границу, где-то 5 апреля начали выкапывать тела. Почему не сразу? Потому что нужно было разминировать территории. До этого туда никого не подпускали. 70% из 416 трупов – это люди, которых пытали. Иностранные и украинские журналисты продолжают публиковать ужасные истории. Среди которых пытки, жестокие убийства, сексуальное насилие, в том числе над детьми. Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова утверждает, что уже получила более четырех сотен подобных заявлений. Сейчас с жертвами работают следователи и психологи. Это военное преступление, утверждает главный редактор онлайн-издания «Бабель», он же украинский журналист, по первой профессии патологоанатом, луганчанин Евгений Спирин. Был человек, он долго был неопознанным. Все, что мы о нем знали, это татуировка орла на груди. Обычная дурацкая детская татуировка, подростковая. Он его поранило осколками. Местные бабушки какие-то затащили его в подвал, перемотали. Через три дня, кажется, 5 или 7 марта, в подвал зашли российские войска. Попросили показать его перемотанную рану. Сказали, значит, ты военный. Он сказал, да нет, меня ранили осколками. И они говорят, ну мы тебя поведем лечить. Они его вывели наружу. Там был такой пионерлагерь променистый, лучистый. Мы про него тоже рассказывали сегодня. Да-да-да, вот. Там была пытошная, мы в ней были, там расстреливали людей. Его привели в этот лагерь, раздели, чтобы типа там полечить. Но увидели эту татуировку дурацкую немецкого орла. В общем, на протяжении следующих трех дней ему со спины снимали кожу. Я не знаю, на каком этапе он умер от болевого шока или от заражения крови. Но факт остается фактом, кожи на спине у него не было. После этого его расстреляли. Напиши, какая история тебя поразила больше всего. Можем обсудить это в комментариях под этим видео или на страницах сайта Крым Реалии. До встречи.